грезит какими-то дальнейшими планами и я не знаю человек который не написал допустим даже два дня назад мы не объяснили что это прям заедлый адепт по лайков буду и 0 даже данные оказалось да действительно никто так не может сказать когда чего как значит давайте еще раз проговорим обстановку скажем так есть люди у которых были открыты счета vista раньше то есть начиная с 2014 года по март 2022 значит все это благополучно накрылась медным тазом гуд гермес и бествей появилась предупреждающая надпись вы попали финансовую пирамиду пишите заявление в полицию ну я я немного не соглашусь потому что это все началось еще с ноября того года 2021 но юридические моменты да я согласен я имею ввиду что касается вот когда люди потеряли доступ к своим счетам то есть уголовное дело было открыто осенью еще прошлого года это так но в принципе доступ в кабинетах у всех был несмотря на уголовное дело а именно доступ кабинет и вот все потеряли первых числах марта и дальше пошла вот эта вся веселая история от романа василенко за все пять месяцев как мы не увидели ни единого нормального видеообращения но есть только и видеообращения но есть только его текстовое обращение которое опять же непонятно он это писал или нет значит где он сказал произошло предательство написал точнее произошло предательство вот айтишник евгений набойченко там тыры-пыры вот и евгений набойченко в чате под названием там так называемом чате хейтеров там где ну называется гермес best way life is good по моему там он много оставлял голосовых сообщений и я их периодически перекидывал в наш чат это все можно посмотреть айтишник евгений утверждает что роман василенко не заплатил команде айтишников 157 тысяч евро в результате чего значит евгений пошел на сотрудничество со следствием и передал правоохранительным органам все сертики евгений утверждает что роман василенко не заплатил команде айтишников 157 тысяч евро в результате чего значит евгений пошел на сотрудничество со следствием и передал правоохранительным органам все сервера это произошло как раз то ли феврале то ли в начале марта вот и в связи с этим что все все базы данных оказались у правоохранительных органов получается что вот в нашем чате но в нашем чате часто тоже можно услышать рассуждения такие типа если бы василенко хотел заплатить он бы давно начал платить а я писал свою точку зрения что даже если у василенко вот лежит на готове 10 миллиардов евро и он прямо вот готов платить если у него нет бары у него в наличии нету даже если у него деньги есть даже если желание есть как определить кому сколько платить вот можно конечно как некоторые там говорят попросить инвесторов вспомнить сколько у них денежек было ну знаете ли человеческая память она такая люди я уверенно вспоминают у него там было там 20 евро на счете лежала а он напишет 2300 к примеру и так далее то есть как проверишь то есть на память тут просто нельзя полагаться вот если вы еще не забывайте что кроме балансов которые были там же еще получается аккумуляция всех вот этих месяцов которые лежала вы якобы якобы вот за все за эти месяцы сколько шесть или пятницу там должна какая-то прибыль же прийти ну по силу это да это все понятно просто я уверен что большинство инвесторов уже им там наплевать на прибыль за последние шесть месяцев хотя бы получить хоть что-то из того что было в марте допустим я уверен что если сейчас допустим появится объявление что ребята вы согласны если мы вернем вам деньги откроем вам вывод с учетом даты с учетом тех цифр на на начало марта я думаю что вам 90 процентов отчасти будут прыгать если вдруг такое объявление сделают вот поэтому владимир возвращаемся для старых вот этих инвесторов у которых были открыты счета vista вывод не работает все накрылась медным тазом но вот последняя информация что якобы в течение двух недель новые инвесторы сейчас я может быть немножко перескочил порядок событий не 2 недель новые инвесторы сейчас я может быть немножко перескочил порядок событий значит сайты все исчезли но спустя какое-то время по моему в мае появился вот этот новый сайт лик . ltd life is good ltd а сейчас он правда там дать домены имя поменяли он по-другому называется но чтобы на этот сайт попасть человек должен был пройти новую регистрацию и за эту регистрацию заплатить что конечно многим не понравилось потому что извините у многих людей на старых счетах висты так серьезные деньги лежали у кого-то тысячи у кого-то десятки тысяч а у некоторых и сотни тысяч и получается как бы компания ему говорит ну и что что у тебя там лежали деньги давай дорогой регистрируйся на новом сайте вноси новые деньги ну мягко говоря и нить обязательства перед старыми инвесторами а не требовать не выворачивать людям руки и говорить а хочешь свои денежки получить регистрируйся на новом сайте и вложи новые деньги ну мягко говоря это что-то не похоже на офицерский подход как он себя правило игры устанавливает я просто хоть ему сейчас главное восстановить все данные надо и сейчас я тебе дам слова давай чтобы у нас базара не было сейчас вот просто владимир задает много вопросов виде голосовых я просто решил сделать созвон чтобы нам не мусолить как говорится а вот ну разобрать эти моменты да владимир говорит да смотрите я опять же буду рассуждать как айтишник работающий там всех альных проектах у меня вопрос раз такая лицах у меня вопрос раз такая огромная компания которая я могу сказать якобы затрагивала другие там страны снг опять же казахстан я не беру но там было много рассуждений что там и германии и авто и другие какие-то они там пытаются наладить меня вопрос почему не делали тогда копии баз не доносили до генерального директора почему этим руководствовались непосредственно айтишники да тот же самый андрей который просто в один миг по щелчку пальцы все закрыл и youtube канал и вконтакте и все остальное а я владимир я этот вопрос тоже естественно ну высказывал свои рассуждения на этот счет но я у меня в голове сейчас вырисовалась следующая картина дело в том что евгений обслуживал все четырнадцатого года и в принципе ну нарекания какие-то были но в целом все работало я думаю те люди у которых давно были открыты счета vista или там кто участвовал в кооперативе то есть ну согласятся что в целом сайты работали да может быть многие критиковали тот же сайт гермеса за примитивность вроде бы там компания которая ворочает там миллиардами якобы у нее на счетах но при этом сайт как-то так сделан достаточно примитивно но все работало можно сделать сайт за 2000 рублей который будет просто работы да хоть каждый день и рекламировать огромную компанию у меня вопрос если андрей опять же да как айтишник я все это владимир во первых не андрей а евгений во вторых дай мне закончить ты задал вопрос того что ты когда начинаешь я не еще не ответил на предыдущий вопрос она начинаешь задавать следующий меня же сбиваешь смысле так вот ответ на твой предыдущий вопрос том что за восемь лет насколько я понимаю василенко просто привык что она как-то все работает нормально то есть типа особо вмешиваться во что-то не ну нет смысла и я больше чем уверен что резервные копии естественно как нормальный айтишник наверняка делались евгений ну судя по всему наверное уж уж не знаю как он там как человек так екатерина выключайте микрофон екатерина микрофон выключается что за базар и и в результате все работало восемь лет и василенко это все устраивало и и скорее всего копии баз данных были но они все и отличается что за базар и и в результате все работало восемь лет и василенко это все устраивало и и скорее всего копии баз данных были но они все это и оригинальные базы данных и копий и копии находились в руках евгения и в результате когда произошла вот эта ситуация что василенко не заплатил команде айтишников видимо евгений пошел на принцип и передал в правоохранительные органы все что было там и оригиналы и копии хотя вроде бы как судя вот по текстовому сообщению от какой-то девушки которая обиделась на евгения якобы что евгений копию то себе все-таки оставил следующий вопрос да спасибо за разъяснение у меня опять же следующий вопрос евгений был айтишником но никак не бухгалтер то есть первую очередь вот этими сценками наработками должна была следить бухгалтерия то есть где должен по статистике и анализ какой там опять же по этим разговорам то что они вносили там деньги на крипте заработали на нефти на акции на золоте это дтп то есть ему как айтишнику бухгалтерия должна была преподнести тотальный процент который он должен был преподнести опять же на сайте да сделать накрутку так сказать на депозиты всех участников в таком случае вопрос где вся эта бухгалтерия которая вела каждый месяц говорили сколько делать накрутку и все да правильно так так он и отвечал он говорил я не финансист я просто айтишник мне сказали что мы там за прошлый месяц заработали столько-то он давал команду и человек на сайте рисовал соответствующую прибыль прибыль все правильно вот я не знаю что это бухгалтерский конструктив вот этот где этот отдел но ты у меня спрашиваешь или у кого ну вообще здесь обсуждаем тельные вопросы повторюсь это громадная компания учетом долголетия работы и опять же вопрос ну айтишник никак было серии вообще относиться не может или разных финансовых организаций есть банки есть страховые компании и так далее так далее да и вот когда мы бери приходим в банк например и забираем там свои депозиты или какую-то прибыль и или пользуемся банковской картой и все в ну все выполняется то мы не особо вдаемся вопрос как бы ну нас не особо заботит вопрос откуда банк берет эти деньги вот не банкомат выдал деньги и я же не приезжаю в банк и не говорю ребят а ну-ка покажите мне ваши отдела откуда эти деньги взялись а может быть вы пирамида а может быть эти деньги вы взяли у васи пупкина вашего вкладчика и мне передали а ну-ка покажите на чем вы эти деньги зарабатываете да пока все работает в принципе ну может быть для идеально было бы иметь полную прозрачность так сказать и чтобы нам все рамида а мы понимаем есть момент коммерческой тайны и так далее то есть и пока 8 лет в целом до были определенные косяки меня конкретно на конкретно на конкретно на конкретно на конкретное твое Волновал вопрос, что достаточно долго не появлялись. Я когда заходил, открывал счет в 2015 году, тогда были конкретно банковские реквизиты, на которые можно было послать деньги напрямую в компанию. Спустя какое-то время, я не помню, то ли в 2017, то ли в 2018 году реквизиты пропали. Одно время были реквизиты Абхазского банка, потом я найму в компанию. Там уже началась вся вот эта вот катавасия с внутрянкой, когда люди, так сказать, друг у друга покупали вот эти циферки, гоняли туда-сюда. И меня как раз что не устраивал в этой ситуации, что это годами длилось, а Романа Василенко, похоже, это все устраивал. Ну и что, что там люди внутрянку гоняют? Ну, типа так и надо. Вот. И, в принципе, то, что вот я сейчас вижу на новом сайте, да, можно там это критиковать, но, по крайней мере, на новом сайте я вижу, что вот и вывод люди могут делать в криптовалюте напрямую в компанию и выводить как бы напрямую из компании. То есть уже не баловаться вот этими внутренними переводами друг с другом. Хорошо. А вот сколько уже работает вот этот сайт? Извините, это Владимир, можно вас перебью? Андрей, вопрос. То есть сейчас получается вот этот пассив, да, слик, да, слик, который приходит каждый месяц, он приходит как бы из системы, ну, то есть это не внутрянка. То есть вывести его можно как бы вот этот процент пассива, сакс и лик, не внутрянка, а напрямую через Binance и систему, правильно? Да, те люди, я знаю людей, которые зашли, купили доли на новом сайте и им каждый месяц начисляется вот эта прибыль, они оформляют заявку на вывод и в криптовалюте USDT им заявка обрабатывается и приходит на USDT кошелек. То есть сейчас получается вот новый сайт, он именно и работает, как должен работать, то есть ввод и вывод напрямую в компанию. Другой момент, ребята, что как бы а что из себя представляет компания в юридическом смысле? А ничего не представляет, никаких документов, где это, на что это, то есть на данный момент непонятно. Я вот не попал на начало сегодняшнего вебинара, если кто-то попал, скажите, там может быть какие-нибудь показывали, я не знаю, сертификаты или документы о регистрации, но вот на второй части ничего такого не было. То есть есть, получается, есть некий сайт в интернете, который принимает криптовалюту и платит криптовалюту, вот и все. То есть не о какой работе именно в формате легальной компании, вот Владимир не один раз задавал вопрос, а что это за акции, а где эти акции купить. Так в том-то и дело, что это на данный момент, по крайней мере, не существует как какое-то юридическое лицо. Ну поправьте, может быть на вебинаре что-то об этом говорили, я не поздно зашел. Да, по вашей логике, получается, ну и то, что я сейчас слышу, здесь вот эта пирамидальная, это получается схема, она отпадает. То есть сейчас пришедшим вот этим участникам, получается, то есть здесь как бы ты выводишь деньги, ну то есть как бы из системы, а не за счет того, что там кто-то внес эти бабки, ну там, в эту систему, правильно? Ну, насчет слова, что пирамидальная система отпадает, я улыбнулся на этих словах, Алексей, почему? Потому что еще раз, я в нашем чате не один раз выкладывал как раз скриншоты, то есть в системе блокчейн все прозрачно, можно следить сколько денег пришло, сколько денег ушло. То есть есть два кошелька, на один кошелек деньги приходят, и как я выкладывал эти ссылки, в некоторых случаях люди по 10 тысяч, по 20 прямо вносят, да? А есть второй кошелек, значит, и время от времени с первого кошелька деньги перекидываются на второй, и собрать в целом, то есть это сама вся система выглядит как пирамидальная. То есть выплаты прибыли участникам идут за счет притока новых денег. Если вдруг в какой-то момент притока на первый кошелек не будет, или он будет слишком мал, то не хватит просто денег, чтобы выплачивать прибыль. Вот и все. То есть смотрите, я к чему клоню то, что раньше, когда была компания Гермес, юридическое лицо, внутри можно было скачать отчет, согласно отчету, что вот эти деньги инвесторов инвестировались в разные там направления. Сейчас, заметьте, об этом уже не идет разговор, потому что видно, что есть один кошелек, на который люди делают взносы, время от времени с первого кошелька на второй перекидывают деньги, и с этого второго уже, как говорится, выплачивают прибыль. Что есть один кошелек, на который люди делают взносы, время от времени с первого кошелька на второй перекидывают деньги, и с этого второго уже, как говорится, выплачивают прибыль. ну обычная обычная пирамидальная система то есть как бы тут нравится нам это не нравится вот такой момент да я в принципе об этом и хотел сказать что децентрализованная система так принципе не работает здесь просто идет приход и вывод все два счета если бы компании куда-то вкладывала был бы вывода на определенный не знаю там на определенную компанию на определенный кошелек опять же децентрализованно так сказать вот сегодня мы 10 тысяч положили в компанию там у нас те же майнер я не знаю акции вот и потом опять же в обратку шли бы какие-то деньги не знаю там на определенный кошелек те же самые процента но здесь так и же майнер я не знаю акции вот и потом опять же в обратку шли бы какие-то деньги не знаю там на определенный кошелек те же самые проценты да но здесь такого нет здесь два кошелька приход и вывод то есть люди которые туда на сегодняшний день приходят верят наверное не знаю как это правильно сказать вкладывают еще деньги 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 чтобы вывести хотя бы свои деньги но при этом люди которые оттуда выводят с этого кошелька переводят на выводы и им выплачивают вот а на чем зарабатывает сегодня компания это большой вопрос где вот эти проценты опять же которые обещанные 10 процентов откуда они приходят здесь в принципе отследить не то что невозможно здесь можно отследить на какие кошельки были выводы и в каких кошельков был приход вот и все можно два слова добавить пожалуйста смотрите сумма переводов тоже 0 и все сто процентов токенов у владельца поэтому если вы купили этот токен он же ваш высшего можете себе на кошелек вывести а сейчас пока все что вы отдали деньги вам нарисовали на каком-то сайте картинку и сказали вот смотри это наверное типа считай что это твою но если завтра вы на этот сайт не сможете зайти у вас что останется в вашем кошельке крипто ни одного токена ничего и и все это раз да а второе на презентациях директора и не скрывают что сейчас никаких инвестиций нет то есть они не понимают что тем самым они подтверждают кто-то ни одного токена ничего и и все это раз да а второе на презентациях директора и не скрывают что сейчас никаких инвестиций нет это планируется потом они не понимают что тем самым они подтверждают эту пирамиду что пока деньги новых людей распределяются на гонорары и на те выплаты которые идут ранее вступившим поэтому пока они четко говорят что инвестирование пока никуда нет я перебил ножка хороший вопрос по поводу вот это вот децентрализации да при покупке определенных биткоинов там не знаю все это приходит вам на кошелек вы сможете на любом обменники это все поменять и выйти себе на карту пойти там купить тебе что-то при очередной пойти там купить тебе что-то при очередной пирамидальной системы вы покупаете просто какие-то цифры у себя в кабинете но при этом на крипто кошельки у вас нет ничего вы делаете запросы вам определенного кошелька делают выводы тех или иных до рублях евро и тогда это подобное владимир значит еще раз говорю что я знаю людей которые зашли именно сделали регистрации на новом кабинете так у кого-то эхо так регистрацию на новом в новом кабинете купили вот эти так называемые акции и когда я спрашивал человека как происходит вывод то есть человек говорит как вот эти акции в к внутри кабинета можно продать обменять на юсдт а потом поставь так что но схема вполне рабочая до другой вопрос как я я повторю с моей точки зрения произошел рестарт то есть что значит рестарт когда обнулины как бы старые долги то есть кому я должен всем прощаю все эти 450 тысяч человек у которых были открыты щитовиста мы значит пока вас отодвигаем в сторонку вот вам ребята новый сайт регистрируйтесь на новом сайте вносите новые деньги старые значит ну вот гуляет информация что якобы в течение двух недель они восстановят эти балансы но кей как говорится я уверен что никто не будет против если люди которые там уже поставили крест на своих деньгах если они увидят свои циферки в новом кабинете окей но подождем две недели посмотрим на шаг вперед в том плане что до данных систем как сегодня по крипто кошельком у них было точно такой же и наверное не один час телеграме где продам куплю здесь принцип тот же самый только уже задействован на крипто кошелька человек делает там вывода пытается сделать и при поступлении новых денег естественно ему делают вывод вот и все секунду владимир секунду вот я отвечу вот есть криптовалютные биржи возьмем binance вот ты сделал заявку на binance на вывод и тебе вывели тебе какая разница откуда они деньги взяли за счет новых участников или у них фон какой то есть для мне без разницы главное чтобы вывод работал понимаешь если у них не хватает денег это их проблем фон какой то есть для мне без разницы главное чтобы вывод работал понимаешь если у них не хватает денег это их проблема ребята ищите вы же биржа вроде бы как Другое дело, что, конечно, еще раз мы возвращаемся к моменту, когда мы видим, что есть два кошелька, на один кошелек деньги приходят, с другого кошелька идут выплаты. Если это все работает как пирамидальная схема, то она будет работать, пока приход новых денег на первый кошелек превышает отток денег. А вот если они сравняются или отток будет превышать приток, то, как говорится, приехали, будет очередной скам. То есть, кстати, у системы блокчейн, можно сказать, есть определенное преимущество, потому что все прозрачно. Можно отслеживать, какие балансы кошельков на данный момент, сколько денег поступило за прошедшую неделю, за прошедший месяц, следим еще там месяц или еще три месяца, или уже видно, что количество новых денег снижается и, как говорится, уже поздно вкладываться, скажем так. То есть, у этой системы, ну, есть определенный плюс. Коллеги, кто хочет что-то добавить? Да, Алексей? Ну, плюс еще, что здесь, как бы, сейчас консультантам проще со 159 соскочить. То есть, получается, если раньше они получали от из лица к из лицу, ну, переводы на карты, это было легко потом доказать, опровергнуть. То есть, сейчас все через бинанс. Поэтому со 159 сейчас проще соскикивать. Так, меня, меня как раз и разочаровывала вот эта ситуация. Мошенничество имя, да, статья. Я понимаю, я понимаю. Мошенничество имя, да, статья. Я понимаю, я понимаю. Как раз, еще раз, ребята, что вот товарищ офицер Василенко годами не решал эту проблему с внутрянкой, хотя давным-давно уже могли бы подключить криптовалюту. Вот, потому что именно из-за внутрянки, как вы знаете, есть люди, которые там подают заявление на, как оно называется, необоснованное обогащение и так далее, судятся с теми людьми, у которых они эту внутрянку покупали. Хотя, именно задачу по приему средств и выплате должна, в первую очередь, выполнять сама компания. Представьте себе ситуацию, если вдруг вы хотите снять деньги из Сбербанка, а Сбербанк говорит, да, пожалуйста, снимай, только найди нам сначала нового вкладчика. Вот, найдешь нового вкладчика, он принесет нам депозит, вот этими деньгами мы тебе заплатим. То есть, это была бы веселая ситуация, но вот, в каком-то смысле, из-за вот этой распространенности обмена внутрянки, вот, я расцениваю примерно так. И Василенко на протяжении лет это все устраивало. А сейчас это приводит вот к таким проблемам, скажем так. Хорошо, можно еще вопрос. По условию того, что они сделали децентрализованную систему и вход платный на сайт, да, кто-то может быть туда еще деньги вкладывает, вопрос ставят по договору. На каких условиях деньги туда вкладываются, то есть, людям дают какой-то новый договор или что? То есть, где гарантии безопасности, что их деньги будут работать под тот или иной процент, и где гарантии, что они их выведут? Ой, Владимир, ну, вот у тебя в профиле написано, разберу любую пирамиду-матрицу. Ты вроде бы как, ну, себя позиционируешь специалистом. Есть сайт в интернете, ну, позиционируешь специалистом. Есть сайт в интернете, ну, сайт, еще раз повторим, на данный момент не предъявлено даже никакого юридического лица, что из себя компания представляет. То есть, есть сайт, да, есть сайт, как говорится, на чем построена индустрия хайпов. Вернемся к этому. Что такое хайп? Есть некий сайт в интернете, который принимает средства в управление, только хайпы бывают разного уровня. Есть хайпики, сделанные на коленке, очень примитивно, там, сайт и все. Есть более продвинутые хайпы, где у них там есть руководитель, бывает, что приглашен какой-то актер, который играет роль руководителя президента. Был такой хайп квестера ворлд, который грандиозные просто мероприятия устраивал на тысячи людей, арендовали крокус, стали. Вот сейчас, получается, сайт Life is Good, он выглядит вот как, ну, есть просто сайтик хайпа, на нем есть некие циферки. Вносишь деньги, тебе эти циферки увеличиваешь, ты их выводишь. Ну, вот и все. Пока сделано на примитивном уровне. Но, опять-таки, я не исключаю, я не исключаю, что они могут, что это в начале так, что они могут это развить во что-то более такое серьезное, какие-нибудь документы потом предъявить и так далее. Это уже посмотрим. Андрей, на чем зарабатывает вот новый сайт, Лик, да? То есть вот эта акция сейчас стоит там 330 долларов. Откуда она взялась? Вот мы вот этот вопрос учили. Ребята, ну, Юрий, ну, вспомните, кто застал 94-й год. В 94-м году... ...долларов. Откуда она взялась? Вот мы вот этот вопрос учили. Ребята, ну, Юрий, ну, вспомните, кто застал 94-й год. Вот. В 94-м году появилось сообщество под названием АОМММ. Кто, может быть, помнит фильм, смотрел «Пирамыми МИДа», да? И там как раз Сергея Пантелеича Мавроди спрашивает, а как это у вас акции все время растут? Да вот так вот. Я сам назначаю ценные акции, они все время растут. Ну, что вы смешные вопросы-то задаете? Когда ты являешься владельцем сайта, ты можешь там, ну, рисовать любой... Да, конечно. Вопрос только в том, насколько долго эта система, как говорится, продлится. Потому что мы всегда понимаем, прибыль должна выплачиваться за чей-то счет. Если у нас есть два кошелька на один, кошелек деньги пришли, а с другого кошелька деньги ушли, ну, пока... Ничего зарабатывают, да. Да, пока приток новых денег, деньги ушли, ну, пока... Ничего зарабатывают, да. Да, пока приток новых денег покрывает расходы, все окей, система проживет дальше. А вот сколько она проживет, тут вопрос интересный. Может, с второй площадки Василенко хочет, как бы, частично расплатиться с владельцами счетов Виста. Ну, как бы, там, минималку установит, там, 300-500 долларов, и будет постепенно выплачивать. Юрий, ну, опять же, встречный вопрос. А где у него счета? Здесь же идет разговор о том, что они даже не знают, сколько внес. То есть, по информации базы нет. Вы представляете, что у меня записаны, если туда деньги, а в итоге они на сегодняшний момент даже на сайт зайти не хотят, потому что там нужно еще доплачивать. То есть, деньги их не где-то там в обороте, но при этом они их выездить не могут. При этом они, опять же, не до суммы. А по слухам, вроде, как бы, он договорился с Евгением, что это там он выкупил. Это я такое же где-то слышал в чате. Ну, вот я выкладывал сообщение от некой женщины, которая якобы там спала с Евгением, и он ей проболтался, что якобы он продал таки базу данных Василенко, но можете прокрутить наш чат, там есть скан. Во-первых, неизвестно это, ну, так или нет, потому что, понятное дело, в мессенджерах там и фейков может быть и так далее. Не знаю, кто это, кто автор всего сообщения, но предположим. И там в сообщении сказано, что якобы Евгений ей проболтался, что он продал базу данных Василенко, но в разобранном виде. Я не программист там. Типа в таком виде, в котором, ну, с ней надо будет очень долго повозиться, так сказать, чтобы ее привести в какой-то приемлемый вид, чтобы работать, можно сказать, чтобы ее привести в какой-то, ну, приемлемый вид, чтобы работать можно было с ней. Хотя, опять-таки, да, за я, сейчас, Юрий, я договорю. Хотя, опять-таки, нам в последнем сообщении от директоров назван срок. Две недели. Ну, вот сейчас август наступил, посмотрим. То есть, если вдруг, давайте так и рассуждать, если вдруг в течение ближайших двух недель у людей на новом сайте действительно начнут появляться какие-то циферки, которые у них были на счете Виста, тогда это будет признаком того, что Василенко действительно удалось раздобыть базу данных. И тогда он действительно способен, как говорится, эти циферки. По большому счету это не должно касаться. Это их отношение с Евгением. Пусть он сам разруливает эту ситуацию. Это его ответственность. Мы готовы подождать там еще что-то какое-то время. Мы-то тут при чем? Пусть он... Мы готовы подождать там еще что-то какое-то время. Мы-то тут при чем? Пусть он... Юрий, это все понятно. Просто в силу нехватки информации, я уже много раз говорил, если бы господин Василенко, так сказать, был ответственным человеком, он бы регулярно выходил, объявлял, объявлял новости, какие проблемы, что делается для того, чтобы решить эти проблемы. Общался с народом, понимаете? А он за пять месяцев ни одного выступления, ни одной коммуникации, кроме вот этой текста, которую он еще в марте написал. Такую сложную ситуацию он не хочет. Я так думаю, он тянет время. Ему выгодно сейчас потянуть время. Во-первых, вторую площадку раскрутить побольше, чтобы участников там было больше. И каким-то образом уже... Да на здоровье, еще раз. Вот ты говоришь, что мы обсуждаем. Мы обсуждаем именно в силу того, что Василенко так себя ведет. Вот он выбрал такую позицию. А значит, для нас, для участников Life is Good, это нехватка информации. Вот мы вынуждены собираться, собирать какие-то слухи, которые по чатам гуляют туда-сюда. Потому что если бы он давал информацию нормально, у нас бы не было... Вот гуляет этот текст... Он и пользуется этим, Андрей. Он и пользуется этим, и поэтому он правила игры свои устанавливает. Зачем этим каким-то инвесторам много знать чего-то? Они получали свои дивиненды 8 лет, и все. А тут будут они какие-то права качать. Он правила игры установил, он вывернется из ситуации рано или поздно. Вот. И поэтому в силу нехватки информации мы и обсуждаем то, что есть. Вот я приводил как-то, по-моему, в одном видео пример на войне. Разведка и контрразведка. То есть идет вот это противостояние. Одна разведка пытается переиграть контрразведку и наоборот. То есть информация, дезинформация и так далее. Вот и нам приходится по крупинкам собирать информацию из разных источников, сопоставлять ее с имеющимися фактами и пытаться понять, имеет ли эта информация, соответствует ли она действительности, или это просто вброс какой-то очередной. Вот еще раз повторю мою мысль. Текст, который опубликован, якобы, это сообщение от директоров, что якобы в течение ближайших двух недель будут восстановлены балансы ВИСТа. Хорошо. Значит, как это проверить? Да очень просто. Если в течение двух недель люди увидят действительно на своих балансах какие-то циферки, которые будут соответствовать циферкам, которые у них были на счетах ВИСТа, это хороший знак. То есть это означает, что Василенко каким-то образом удалось раздобыть базу данных. Каким образом, нам уже без разницы. То есть означает, что Василенко каким-то образом удалось раздобыть базу данных. Каким образом, нам уже без разницы. То есть он руководитель компании, он за все несет ответственность. Раздобыл и раздобыл. А если это произойдет, то тогда это дает основание предполагать, что может быть. И второе обещание будет выполнено, а именно начать выплаты в течение одного-двух месяцев, как в тексте написано. А вот если первый пункт не будет выполнен, то есть пройдет две недели, и люди в своих кабинетах снова никаких циферок не увидят. Напомню, что прошло пять месяцев, как люди уже свои циферки не видели. То есть пока только идут разговоры, разговоры, обещания, обещания. То есть если этого не произойдет, то скорее всего, наверное, и второе обещание не будет выполнено. Вот такие мои мысли. Если бы ты был, Андрей, на месте Василенко, что бы ты... Ну, смотрите, хорошо, Юр, хороший вопрос. Я отвечу так, смотрите. Я согласен, как некоторые говорят, если бы Василенко хотел смыться, вот окончательно, как бы скам и скам, то у него, в принципе, была возможность, ну, как бы слиться окончательно. Согласен с такой позицией. То есть, ну, давайте предположим так, вот март, исчезают все сайты, Романа Василенко с женой объявляют в розыск, он там уезжает за границу, и все, и тишина. И по чатам гуляют слухи, какие-то обещания, но ничего не происходит. Кстати, первое время так и было. Помните эти слухи, что я ролики еще делал, что вот сайта больше нет, но типа Роман Василенко планирует все восстановить. и вот когда уже появился новый сайт, да, конечно, многим не понравилось, что надо вносить новые деньги, что на новом сайте нет никаких цифр, которые были там в старых кабинетах, но в сайте нет никаких цифр, которые были там в старых кабинетах, но сам момент, что новый сайт сделали, в принципе, ну, дает, так сказать, некое основание, что что-то все-таки он хочет сделать. Вот как это инструмент, как бы вернуть... Да, 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 я согласен, да, я согласен. То есть, как бы, если бы он хотел окончательно слиться, у него была прекрасная возможность уйти в туман, как, кстати, есть такая, была такая контора под названием OneCoin, не знаю, участвовал кто-то или нет, там была основательница из Болгарии Ружа Игнатова. Так вот, она в октябре 2017 года должна была появиться на мероприятии, она не появилась, и все, и уже пять лет, как ее никто в глаза не видел, а сейчас она объявлена в розыск, как создательница пирамиды на 4 миллиарда долларов. Можете зайти на сайт ФБР в США, она там прямо красуется в списке десяти самых... То есть, в принципе, ну, Василенко мог тоже исчезнуть, пропасть, как говорится, у него денег достаточно, как говорится, на жизнь хватит, на безбедную, я думаю, вот. То есть, а сам момент, что они что-то делают, ну, дает, тут Юрий, я с тобой согласен, дает основание для некоего оптимизма. Значит, фактор времени здесь только нам может пользу какую-то принести, ну, ждать приходится, и все. Окей. То, что делается сейчас, только одно основание отдает, что он не хочет рубить курицу, которая может еще нести золотые яички. Я повторюсь, говорил на прежнем нашем созвоне, это перезагрузка часть 2, не более. Ну, клин клином выбивается, как обычно, так как он лидер, он это прекрасно понимает, что только в движении, знают, он сильный, ловен, да еще в год петуха, он деятельный вообще мужик сам по себе. Он такой, видно по нему, ну, и по астрологии. Про петуха это очень-очень характеризует, да. Да, да, потому что у нас петухи, я говорю, у нас все генералы в Великую войну отечественную, да, ковали петухи. Вот в Германии, наоборот, там были логики, это змеи в основном, генералы. И вот петухи своим напором, вот этим действием, они ковали победу. И я так где-то вот читал это в книге. Интересно, книга такая, я так это запомнил, аналогии. Но у него качества такие лидерские, сильные. Он сам по себе и овен такой сильный знак. А тут еще и плюс, еще и год петуха, это усиливает его такие качества лидерские, понимаете. Юрий, можно вас переверить? Это усиливает его такие качества лидерские, понимаете. Юрий, можно вас переверить? Да, да. Вы никогда не думали, что его могли в темную использовать? Что, может быть, ему дали просто определенную программу, ставили ему определенную симку и он говорил то, что ему просто давали какую информацию. А на самом деле управляли совершенно другие люди, которые стоят за ним. Ну, как говорящая голова была. Ну, может, и это не исключено. Здесь многое. Ну, можно и такую версию выдвинуть. Как бы не вказать с это, да. У меня опять же вопрос. По условию того, что те вкладчики, которые не завели новые кабинеты, да, и есть предположение, что будут все вот эти счета ВИСТа восстановлены. Каким образом до вас доведут информацию, положение, что будут все вот эти счета ВИСТа восстановлены. Каким образом до вас доведут информацию? то есть наймы пришлут или что в базу то нет каким образом вы будете заходить свой личный кабинет если там требуется оплата и каким образом опять же давал придут информацию что висто считаем восстановлены опять же вопрос понятен да то есть для этого сейчас тех и заставляют старых клиентов регистрироваться в этой новой платформе это жаль номер один второй шаг заставят всех докупить этих новых токенов чтоб новая пирамида продолжала жить покупки новых токенов мы вам старые деньги не будем отдавать тут хайп новой пирамиды он классический только не билеты мамы бумажные а крипто кошельки современные все и токен новую платформу сейчас да не оплатили под каким образом им донесут информацию если у них нет базы то вкладчиков о восстановлении то висто счетов опять же те кто не зашли в новую вот эту платформу у них нет личного кабинета то есть они что будут создавать новые личные кабинеты для тех кто в принципе не зашел опять же да правильно вот юрий сказал что если даже не будет как эта информация то регистрация будет опять же платная для привлечения новых токенов это не проблема как раз вот когда сейчас озвучивают что у нас 180 тысяч новых клиентов этого токена это и есть старые клиенты которые по 15 баксов юсдт закинули и открыли новый кабинет себе и они каждый день добавляются вы посмотрите как сейчас покупают добавляются вы посмотрите как сейчас покупаются это новые токены где люди покупают 01 токена 02 токена и так далее это вот чисто регистрируется старая клиента которым сказали если не зарегистрируется старый денег не получишь вот и все юрия можно вопрос встречная где вы отслеживаете покупку этого токена ну в кабинете в личном то есть в личном кабинете но никак не на других платформах таких как блокчей нет нигде я вам даже больше скажу в тронскане где зарегистрирован токен ни одного токена не продано акции для внутреннего пользования это не акции токены забудьте слово акции не бывает крита валюте акции ну пусть токен и бывает минимальное количество акций которые можно купить платформах таких как блокчейн нет нигде я вам даже больше скажу в тронскане где зарегистрирован токен ни одного токена не продано акции для внутреннего пользования это не акции это токены забудьте слово акции не бывает крита валюте акции ну пусть токен и бывает минимальное количество акций которые можно купить на бирже одна штука вы не можете купить 0 1 акцию 0 2 акции пойдите купить и и пол 0 1 или тесту 0 1 ну чё вы как дети продажи покупки токен значит на вопрос владимира еще раз владимир задал вопрос как людей будут уведомлять если василенко удалось найти базу данных купить неважно то в базе тронную почту что дорогой товарищ там василий пупкин у тебя был открыт счет виста вот хочешь увидеть свои циферки пожалуйста регистрируйся на новом сайте вот инструкция это все технические моменты но я уже говорил в предыдущих видео что для именно чтобы если они серьезно прямо настроены восстановить должна быть верификация потому что бывает люди однофамильцы там у меня есть например там тезки там андрей жариков тоже я встречал к примеру да то есть и может так если не делать верификацию то может так получиться что какой-нибудь там сергей иванов там регистрируется и как как систему знает он там сергей иванов вот тот у которого на счету было 10000 евро или другой у которого там на счету 20 евро было значит на нужно верификации зарегистрировать новый кабинет под именем андрей жариков да 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 совершенно верно да да а самое интересное я могу зарегистрировать кабинет под именем своего руководителя потому что мне когда плечо давал ей номер счета его знаю и так далее и фамилия имя и телефон по которому внутрянку гоняли ну понимаете поэтому через верификацию они должны установить соответствие что вот в новом кабинете этот человек соответствует вот данным человека в старом кабинете таким-то и хотя мне я должен сразу сказать что вот просто на моей памяти был один проект где была похожая ситуация старый сайт перестал работать сделали абсолютно новый сайт новую систему но там конкретно прямо было оговорено что вы ребята должны на новом сайте регистрироваться именно с тем имейлом которую вас бы вам сайте увидели то есть по нашему имейлу система знала что мы именно вот тот самый человек а здесь по моему на новом сайте такого условия не было то есть вот вам новый сайт регистрируетесь там кто-то с этим имейлом зарегистрировался кто-то с другим ну я не помню такого требования и вот если оборот здесь было требование всем создать новые почты на джим и ну тем более да и и в результате может тогда возникнуть путаница да кто-кто кто-кто где вот поэтому если они тут все просто кей войси как на бинансе копия паспорта фотографию твою с паспортом кивни марни и всего верификация шликова проходит в принципе так коллеги еще какие то вопросы может есть новая база их рука хороший вопрос значит во первых мы сейчас как раз и рассуждаем если василенко удалось достать эту базу значит о правоохранительных органах она есть точно скажем так потому что айтишник евгений как он сам голосовых сообщениях признавал он своими ручками эту базу в правоохранительные органы передал но я таки предполагаю что он себе тоже копию сделал потому что по моему что-то такое он своих сообщениях как бы намекал вот и плюс я уже упоминал сообщение от некой девушки якобы евгений ей проговорился что вот дескать он василенко базу продал но в таком каком-то в разобранном виде так сказать не знаю как правильная финансы на восстановление циферок со счетов виста есть а так это или нет узнаем в течение ближайших двух недель когда новая база это старая база получается ну старая да нас же тех у кого были открыты счета висты интересуют их старые данные а не новые так вот в нашем чате я вижу бычков евгений написал 10 августа начисления а в кабинеты вывод в три месяца будет якобы пришла информация от кого-то из вышестоящих вот и правда я не очень понимаю это три вывод раз в три месяца это чего касается новых инвестиций или именно старых со счетов виста но в тексте который якобы от директоров помните там есть фраза что даже если восстановят циферки то там вывод все равно будет с лимитами вот поэтому к лимитам надо быть готовыми так коллеги если больше добавить нечего будем заканчивать или еще кто-то что-то хочет добавить да у меня последний вопрос говорили что сегодня был созвон есть у кого-нибудь видеозапись посмотреть поинтересоваться ну а я выложил запись вебинара ссылка в нашем чате я правда не попал на весь я пришел где-то на середине вот надеюсь ну думаю что это не последний вебинар то есть принципе если удастся попасть на следующий я сделаю полную запись вот кто-то кто-то был полностью на этом вебинаре там что-нибудь говорили по поводу вот выплат для старых инвесторов запись вот кто-то кто-то был полностью на этом вебинаре там что-нибудь говорили по поводу вот выплат для старых инвесторов ты честно говоря там большим больше мотивация была какая-то такая старых не не было информации только новый продукт ясненько но там кто-то кто-то в нашем чате писал что на вебинаре задал вопрос про как раз про выплаты его быстренько выкинули с вебинара так что если попадете на вебинар там аккуратнее с такими вопросами в адам писать лишнего ребята это не удивительно потому что есть достаточно большинство ну много чатов в тех или иных городах может она тот или иной диалог написать комментарий и я не знаю я прям скринами все это делал когда выходил я промо оповещение себе ставил когда выходил новый какой-то пост в канал я заходил и прям ждал и я там столько на скриншотил свое время что мама не горюй там просто люди были злые когда чего их автоматом просто блокировали удаляли из чата вот чтобы там не было таких не знаю злостных платчиков да то есть там оставались лояльные люди которые ждут либо просто молчат вот и все вот ну из этого сразу можно делать выводы кто видео-то или чего владимир я смотрите сейчас выскажу одну мысль вот еще раз я повторю есть два варианта развития событий один вариант течение двух недель действительно люди у которых были открыты раньше счета виста увидят циферки со своих кабинетов это конечно будет хорошая новость и многие даже кто сейчас настроен очень негативно к там к проектам василенко и так далее там ну возможно передумают вот значит а и а вот если не произойдет этой ситуации да то есть люди увидят что это очередные не выполненные обещания негатив естественно только усилится и давайте подумала ну подумаем порассуждаем это что значит это значит что на все вебинары и на все мероприятия вот этой новой компании будут каждый раз приходить злые инвесторы да и каждый раз там задавать вопросы про выводы то есть как бы для многих тогда станет явно что произошло кидалово и что все это новая система она работает только для новых инвесторов которые внесли новые деньги а столько для новых инвесторов которые внесли новые деньги а старых инвесторов просто кинули ну правильно же я рассуждаю так вот получается ну на мой взгляд даже с точки зрения сетевого маркетинга нормальной работы для вот этой компании новой уже не будет потому что на всех вебинарах на живых мероприятиях постоянно будут приходить люди которых они называют негатив щеками но люди будут просто задавать вопросы василенко где наши бабки да то есть ну как бы я вот так рассуждаю то есть он как сетевик должен это понимать поэтому сам факт того что они начали проводить вебинары ну мне как бы намекает наводит на мысль что возможно все таки намерению него серьезные но в плане восстановления потому что если он обещание этих не сдержит и скажем так инвесторам ничего не вернет то извините 4000 счетов то есть 450 тысяч человек будут считать что их просто кинули конечно у него просто нет выбора и выхода андрей просто нет юрий можно обсудили выбор то у него элементарный он за границей он безопасности правоохранительные органы его российские достать не могут то есть ему на самом деле он человек не бедный он может там жить где-то за границей припевающе вот то есть выход то есть он мог сделать как ружья игнатова там свалить и вон даже фбр и и 5 лет уже найти не можешь кстати есть спокойно может да все нормально ну а что ружья игнатова как-то спит понимаешь как понимаешь когда на кому стоят миллиарды долларов ну мы конечно можем там рассуждать про офицерскую честь и так далее вот ты опять приводишь пример там про авиен он и так далее извини и я поверили ему вложили в его проекты папки он не нашел даже желание времени выйти с открытым лицом и сказать ребята да у нас проблемы вот так получилось но я вы же знаете я офицер и так далее вот мы работаем усили он этого не сделал он выкладывает на своих каналах какую-то очередную мотивационную фигню только в которой ноль полезной информации для людей а мы вот вынуждены именно обсуждать вот эти слухи и сплетни понимаешь а ты рассуждаешь что он офицер он молодец он лидер я не я не вижу в этом лидерство ты может быть видишь но он там он все рассказывал на семинарах всех всякие такие свои разборки криминальные с предыдущим партнером меня это тоже немножко так но наводила как сейчас однозначно в его интересах и в интересах директоров базу старых клиентов восстановить партнером меня это тоже немножко так но наводила как сейчас сейчас однозначно в его интересах и в интересах директоров базу старых клиентов восстановить второе сделать лимит и сказать всем кто хочет свои старые деньги вы должны купить новый токен чтобы разогнать стоимость нового токена и собрать новые деньги поэтому им терять 400 тысяч людей которые могут сейчас тянутся покупать новые токены чтобы получить доступ к своим старым деньгам это не в их интересах они это точно будут делать чтобы запампить токен новый а знаете еще я вот сейчас у меня мысль такая мелькнула это не тот человек который будет отсиживаться за бугром где-то он найдет еще какую-то создаст компанию не это так прогрессивно и важно что приходили новые люди возможность 400 тысяч новых людей в новую пирамиду загнать ну да да и но это как шанс вырулить как-то каким-то образом эту ситуацию да да директором шанс вырулить да юрий скляров вот я вижу вы говорите по поводу того чтобы покупали только чтобы разогнать токен так не разгоняется да если на него есть просто неким образом растет возьмите я не знаю многомиллионы обороты до которые гоняли токены в итоге они просто ушли с рынка то что его покупают это не гарантирует ему там бешеный рост биржа непосредственно он через год умрет через полтора умрет но часто его разгонят и новые директора соберут но зачем директорам чтобы он был на бирже когда у них есть 400 тысяч человек которые говорят что если ты не купишь сегодня по 330 завтра купишь по 350 а если не купишь то старые деньги не получишь всего достаточно что он нужен этим 400 тысячам человек между между собой будут обмениваться этим так скажем суррогатным деньгами не просто потом когда все накупят и кинутся продавать вот тогда он и начнет валиться но первое продадут директора потому что они первое с него навар получат я вспоминаю интервью знаете кого мы вроде любая пирамида ну то есть в итоге замыкается на самой себе то есть ну поеду он имел ввиду конечно доллар я вспоминаю интервью знаете кого мы вроде любая пирамида ну то есть в итоге замыкается на самой себе то есть ну поеду он имел ввиду конечно доллар можно прочитаю давайте тут один сайт закрытый я вам скидывала его так вот сегодня пришло как только откроет счета то вывод будет осуществляться только через сайт вот новое название бывший лик для этого нужно обязательно зарегистрироваться в системе через вашего консультанта сейчас регистрация для старых клиентов и активизация финансе 15 долларов наверно потом будет 835 второй пункт важно сохранить все по ваших активов в долларах третье сейчас обязательно сделать регистрацию и верификацию на крипто бирже финансе для обмена юсдт в рубли и ссылка дана я давно верифицировался это старое сообщение но было уже месяц назад но на никого ссылка и так далее и так далее да это в самом начале когда они новые сайты подделали это самое начало тогда верификации отпадает вопрос вы все это сделали уже вы заплатили оплатили сделали ну на новом сайте же помните может быть конечно мы это все делали мы активировали новые кабинеты алексей только к на новом сайте верификации никакая не требуется то есть там имейл телефон и принципе все по моему да то есть документы не загружал нет нет телефон емэл джимэл обязательно джимэл телефон джимэл имя фамилия документы никакие не загружались да это за регистрацию андрей прошу братья кто поднял антон антон а секунду а все антон говорите просто видимо там шум какой-то был я выключил микрофон антон если есть вопрос включайте микрофон говорить добрый вечер вопрос следующий характер а если будет минимальный вывод то этот примерно сколько долларов это василенко надо спрашивать если мы писали что что 200 но даже если допустим возьмем 100 долларов на 400 тысяч клиентов это получается 40 миллионов долларов на сегодняшний день по скринам только 15 миллионов получается надо еще как минимум как минимум больше половины денег собрать прок миллионов долларов на сегодняшний день по скринам видно там только 15 миллионов получается надо еще как минимум как минимум больше половины денег собрать чтобы на первого года не початок края и новое во-первых начать на фига не зубу не будет работать подожди комьюнити создать по первое делим мухи и котлеты отдельно то есть есть старые клиенты и старые деньги и старая база это отдельно и есть новая новый кабинет новые токены и новые деньги там кстати на сегодняшнее утро было собрано 26 миллионов прерву все прошу прощения у меня батарейка садится один процент я бы хотел задать последний вопрос на сегодняшний день консультанты работают по привлечению новых клиентов или нет новую пирамиду хорошо а идеология на собрание та же самая как и в старых или что-то новые преподнесли ну начинает проскакивать что давайте заводить деньги на полгода и через полгода надо успеть забрать свои а дальше типа как будет работать хорошо не будет ну то есть вот такие подводки я понял понял отключусь да андрей спасибо за созвон за 2 надо собираться почаще наверное вот владимир я сейчас пошлю ссылку на запись сегодняшнего вебинара к только там единственная вторую часть только успел записать на первую не могу да я понял хорошо спасибо давайте собираться все таки и что судить можно тогда еще один вопрос если мы отделяем мух от котлет тогда по один вопрос если мы отделяем мух от котлет тогда получаются старые клиенты vista еще долго своих денег получается не увидят правильно понимаю но их сейчас и будут мотивировать приносить новые деньги но это не ряд той либо конкретно лохов загонять да смотри что будет идет старый клиент это будут говорить либо ты будешь выводить по лимиту по 200 долларов и свои 10 тысяч долларов или 20 долларов больше водить годами либо если ты покуп покупаешь новый токен то за каждый купленный новый токен тебе лимит на старые деньги увеличивается на 50 баксов то есть купил 10 новых токенов значит ты можешь уже выводить по лимиту не 200 а еще плюс 500 то есть 700 вот что будут делать загонять всех новые токены но получается нет нет смысла заводить новый новый кабинет нет смысла заводить новый кабинет новый кабинет новый есть а иначе ты как увидишь вообще как ты свои 200 старых выведешь но чтобы опять же с ваших слов чтобы мне вывести свои старые 200 мне нужно какие-то токены неизвестные купить нет зарегистрироваться за 15 баксов в кабинете и все и ждать когда тебе откроют лимит на вывод выезды а так не откроет же денег не хватает по-любому там 26 долларов а дожди а почему ты считаешь только эти деньги ты считаешь что старых денег вообще 0 но судя по первому кошельку вот на 26 тысяч долларов только это два но это кошелька 2 для новых денег а где лежат старые деньги мы не знаем это пирамида и нас считают за лохов то так опять антон этот выключи пожалуйста микрофон до от уеха я как раз делал разбор ролик называется если деньги на счете виста и как вы помните я рассуждал так вот согласно отчету собственному отчету компании гермес на счетах виста двадцатом году суммарном был один миллиард семьсот миллионов за 21 год сумма естественно еще больше выросла но можем предположить что около двух миллиардов и больше и ключевой вопрос я еще задал в том же ролике есть ли у романа василенко какие-то активы которые покрывают вот этот так сказать обеспечивают вот эти циферки то есть если за границей ведь еще раз давайте так гермес показывал на слайдах и в отчете показано что якобы все эти восемь лет это было не финансово это были прямо реальные инвестиции они вкладывали там в разные направления деятельности это много раз повторялась и на презентациях и на рбс дох и везде то есть и на вариант какой либо либо эти деньги действительно инвестировались а значит у романа василенко там за границей где то есть активы а эти миллионы миллиарды долларов а если и второй вариант второй вариант что этот отчет это просто фотошопе нарисовали циферки красивые нарисовали и так далее то есть получается было пирамида которая работала как обычный хайп с легендой то есть придумали легенду что якобы мы куда-то инвестировали так вот если если например гермес все восемь лет был чистой пирамидой то конечно это означает что активов вот этих покрывающих эти циферки за границей нет но или если если например гермес все восемь лет был чистой пирамидой то конечно это означает что активов вот этих покрывающих эти циферки за границей нет ну или скажем минимум как я приводил тоже такой пример допустим смотрите циферок у нас на 2 миллиарда а у романа василенко там активов денег на 100 миллионов 100 миллионов евро тоже хорошая цифра да но это извините в 20 раз меньше чем необходимо для покрытия обязательств вот поэтому но продолжаем мысль что касается нового сайта сейчас получается действительно есть некие денежки некие циферки usdt и я так понимаю если люди увидят ближайшие две недели в новых кабинетах свои цифры со старого счета осуществляются выплаты когда видно кстати что когда софта на втором кошельке деньги уже заканчиваются время от времени берутся допустим по 500 тысяч usdt с 1 кошелька перекидываются на 2 то есть я так ну опять же предполагаю мое предположение что если роман василенко действительно настроен рассчитаться со старыми инвесторами это будет выглядеть так сначала людям рисуют их циферки в кабинете и роман василенко свои активы за границей которые у него есть заметьте даже тот же айтишник евгений не отрицает что роман василенко богатый человек очень у него есть деньги да то есть он продает там какие-то свои активы конвертирует в usdt и вот эти usdt он загоняет там либо на первый либо на второй кошелек и уже вот этими деньгами начинает расплачиваться но если у него там активов нет или он не хочет и не хочет ими делиться тогда да тогда произошла произошел рестарт по классической хайповой системе когда хайп закрылся как бы старых инвесторов кинули но сделали рестарт и сказали ребята заводите новые деньги то есть тогда вот возможен такой вариант ну да сто процентов согласен тут все так и есть сейчас основной вопрос есть ли мост а где и ни в чем если вместо нету брокер значит с ним не работает денег которые были в миллиарды евро и в чем в акциях в биткоинах акции упали bitcoin упал сколько денег осталось от миллиардов хотя нам на презентации говорили все время я слушал пирог диверсификации упали bitcoin упал сколько денег осталось от миллиардов хотя нам на презентации говорили все время я слушал пирог диверсификации до 80 или инструкция легенда легенда а хоть одно подтверждение ну да отчетов же никаких нету не пара из был и не поймаешь фото же отчетов нету все картинки только есть на конгрессах все доходность небольшая значит каких-то обычных стартапов там в той же недвижимости айти технологии там фьючерсы и так далее там еще резервный фонд был даже он резервный фонд это вообще копейки он кончился еще а вот действительно в чем были все деньги в эти полгода ну сложно каких фьючерсах в каких биткоинах да в каких акциях apple tesla которые упали биткоина инвестору денег возможно не даже если они были вложены не так а если мы говорим что допустим банально не разворовал василенко и директора эти деньги они реально были во что-то вложены то ими кто управлял и как управлял при падении общем падение рынка и в акциях и в скрипте насколько эти деньги просил портфель и сколько денег потерялось в том портфеле сколько осталось из австрии приезжал представитель вот москве выступал на сцене я не знаю подставной горячая голова это ни о чем не говорит а еще вопрос эти деньги на какую фирму были зарегистрированы сейчас же никакой по сути дистри рована сейчас же никакой по сути фирмы то нету да вот у меня такой тоже простой вопросе задавал своему директору подписывал договор с гермес финанс который закрылся по договору доступ к моим деньгам мог иметь только я либо назначены мой наследник если фирма закрылась в чьих руках на деньги я не василенко никому не доверял кстати в договоре 7 7 я еще тогда в четырнадцатом году читал там пункт есть такое 777 да там сказано что никаких гарантий гермес не мы же сейчас не про гарантии о технический дагерь может закрыться пипец а он должен рассчитаться по обязательствам да и раздать он не может отдать мои деньги в силенке или еще gaat излом до и раздать он не может отдать мои деньги василенко или еще кому он может отдать только мне либо полностью либо частично я семенона на всех не хватает как как могут сейчас мои деньги оказаться в третих руках? Это значит, что и в вермисе не было банально от моего имени. То есть я отдавал их кому-то, и тот с ними делал, что хотел. Часть в вермис, часть в крипту, часть себе. Ну, возможно, на такой вариант, да. Ну, следуя этим рассуждениям, то получается, как бы, это однозначно пирамида. Ну, кто так прокручивал где-то выгодно деньги, давали какой-то процент? Да, я и не в прочем. Конечно, да. То есть, если ширма под названием Гермес вкладывал деньги, и все. Ну, а если там сейчас все обнулилось, то дальше что? А смотрите, по договору, как мы помним, Гермес даже не брал деньги в доверительное управление, он оказывал образовательные услуги. Типа, Гермес нас учат, как правильно инвестировать. А вот дяденька, Йоган Риглер, который выступал. Вот я в наш чат сбросил сейчас скриншоты из его выступления. Компания, так называемая Resus Corporation, с официальным сайтом resuscorporation.com, и, например, на нее как раз оформлены были акции. Но вот я в этих документах не очень разбираюсь. Вот если кто-то, посмотрите скриншот, то есть, насколько они похожи на реальные, понятное дело, что всегда есть вероятность там в фотошопе нарисовать этими услугами, а инвестициями занималась Resus Corporation, и именно акции оформлялись на нее. Стоп, стоп, стоп. Юридически у меня договор с Гермесом. У меня с Resus никаких отношений нет. Как мои деньги попадали в Resus? О тебе и не надо знать. Да-да-да. Я же их не перечислял туда. Хорошо, что ты начал задавать эти вопросы несколько лет спустя. Лучше поздно, чем никогда. Ну да, поумнел. А вот еще такой вопрос, как бы навозочка. Почему в основном собирали в евро, а доллары не любили? А если загуглить на сегодняшний день, то в долларах акций больше, чем в евро. Получается, они конвертировали, что ли, евро в доллары, чтобы торговать на той же бирже? Блин, на сегодняшний день, то в долларах акций больше, чем в евро. Получается, они конвертировали, что ли, евро в доллары, чтобы торговать на той же бирже? Ну, смотри, нет, смотри, USDT, криптовалюта USDT, она почему так и называется, US, American Dollar. То есть это крипта, поддержанная долларом, обеспеченная долларом. Нет, я сейчас не про крипты, не про тейвы коин говорю, а вот когда в Виста была. Собирали, когда в Виста счета, в основном собирали, рекламировали евро, а не доллары. А на бирже торгуются доллары больше, больше долларовых акций, чем евровых, в евро, скажем так. Ну, это технически, да. Ну, то есть твои, условно говоря, евро передавались какому-то брокеру, и он на них торговал те акции за ту валюту, где они торговались. Ну, если мы покупаем акции, это понятно, это понятно. Дело в том, что в долларах акции больше торгуются, чем в евро. То есть, чтобы им купить ту же акцию Apple, да, им надо евро перевести, конвертировать в доллары. Это потеря идет. Для компании это потеря. Соответственно, непонятно, почему собиралась в евро. Опять же, почему через Резус торговалась? Можно же было через тот же, если мы через Европу рассматриваем Европу, есть экзанты, это кипрская компания, да, в офшоре, есть Сахабанк, в Дании находится. На конце концов, можно... Нет, брокеров их сотни, да, ну и что же, да, это ни о чем не говорит. Нет, это говорит о том, что почему мы именно через Резус, и кто такой вообще Резус? Он вообще на самом деле есть, если у него брокерская лицензия в таком случае? Ну, это понятно, что мы сейчас никак не выясним и не проверим. Просто, а следующее, они говорили, мы в акции Резус, кто ей торговал? Говорили, торговал сам Гермес. Где эта недвижимость? На какую сумму она? Ну, получается, ну, тут я вообще эту информацию впервые слышу. Какую именно? Про Резус Корпорейшн? Нет, 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 про то, что покупалась недвижимость или торговалась недвижимостью деньгами. Ну, когда вы отчеты смотрели, там же пирог есть. Да, это пирог, это нарисовано. Там в пироге я посмотрел стартапа, по-моему, на 23% стартапы. А это самый, как сказать, самый, как? Рискованный инструмент? Да, самый рискованный инструмент. И всего лишь из этого инструмента 7% было в этом страховом фонде. Но это как бы, ну, смотря немножко, разбираясь в этом, страховой фонд – это те деньги, которые не работают и не приносят прибыль. Разбираясь в этом, страховой фонд – это те деньги, которые не работают и не приносят прибыль. Согласен. Это просто лежат, это лежат в классе для того, чтобы вывод осуществлять тому, кто захотел. Поэтому это как раз-таки ни о чем, эти 7%. А вот остальные 93% – вот что важно. Где-то у меня этот ролик остался представитель из Австрии. Я тогда, ну, слушал и внушал доверие этот дяденька. То есть, ну, они не все там рассказывали. Да, что у них в Австрии, в Гермесе, в офисе сидят несколько отделов аналитиков, которые недвижимостью торгуют, которые венчуры отбирают и так далее. И вкладывают деньги. Ну, распределяют как-то деньги. Да, а на бирже они, Гермесовцы не торгуют, они наняли брокера для того, чтобы тот торговал от имени Гермеса на бирже. И вот, смотрите, они наняли брокера для того, чтобы тот торговал от имени Гермеса на бирже. И вот, смотрите, еще такой момент. Вот у нас раньше было Ажио 7%, правильно? Когда компания снимала с нас, чтобы завести новый счет, открыть. А вот 93% куда, где они, куда они шли? В смысле? Ну, шкала 100%, правильно я так понимаю? 7% Ажио съедает, а 93% где? Подожди, Ажио это комиссия за открытие счета, счет 10 тысяч. 7% это 700 евро от 10 тысяч. Ты положил 10 тысяч на счет и за открытие счета заплатил 7%. Вот твои 100% это 10 тысяч. Комиссия. Комиссия шла на гонорары. Остальные деньги, все непонятно. Понятно, понятно. Теперь понятно. А то ты запереживал, куда делись мои 93%, да? Ну, их и так нету. Сейчас ничего, как бы. Вот именно, да. Их и так нету, как бы, потому что, блин, ситуация... В Лондоне, в торговых комплексах и в яхтах. Ну, яхта ни о чем, а вот если действительно информация о торговый комплекс, как говорят, торговый центр, да, то и он сдается в аренду и генерирует какую-то денежку, то тут есть как бы вероятность, что если у него, опять же, есть желание выплачивать нам наши, выплатить нам наши средства, как инвесторам, то ладно. Это другая, одна сторона медали. А вот другая, то, что он сейчас даже элементарно как управляющий или директор президентом, потому что его слово нельзя назвать, не может выйти к нам инвесторам и объяснить ситуацию, которую мы сейчас все находим, минимум некорректно. Понятно, что некорректно. Зачем много говорить, когда можно все втихую сделать? Ну, кинуть. Ну да, если сделана новая классическая пирамида, вам что, разве не понятно, куда все идет? Ну, мне-то понятно, поэтому я и смотрю, наблюдаю за ситуацией, никуда не лезу, даже, мне сейчас даже 15 долларов, жалко этому, этому директору, вот честно вам говорю. Вдруг он скажет что-нибудь не то, поймают на слове. Да, да, и уже герой не перешел. Да, не поймаешь, и все, и попался парень, а так молчит, молчание золото. Да, 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 даже гермес уже у него в зелененький превратился. Ну, я сейчас ради интереса, вот на слайдах, которые я выложил, Антон, выключай, пожалуйста, микрофон. Это эхо. Антон, выключай, пожалуйста, микрофон. Это эхо. Это самое. На слайде есть сайт resuscorporation.com, то есть можете сами проверить, не работает сайт. Вот, то есть, опять-таки, получается, есть некое юрлицо, и на конгрессе, кстати, вот опять мы тут обсуждаем, что Йоган Риглер вышел, вышел и выступил, и рассказывал как раз про компанию resuscorporation. На слайдах ее показали, официальный сайт, а сайт не работает. То есть, ну вот, опять это к вопросу, что получается как видимость, картинка. Я, например, изначально очень скептически отнесся вот к этой, что, как некоторые говорили, а вот Гермес работает аж с 98-го года, только он в начале. Есть специальный сайт, называется Web Archive, где сохраняется история даже тех сайтов, которые сейчас не существуют, они все равно сохраняются в истории. Так вот, по casual enterprises вы ничего не найдете, то есть, хотя якобы утверждается, что она с 98-го по 2014-й год работала. Вот, поэтому именно вот эти утверждения, что якобы там Гермес с 98-го года работал, ну, я своим партнерам всегда говорил. То есть, однозначно можно только сказать, что он работает с 14-го. А с 98-го, скорее всего, Роман Василенко купил готовое юридическое лицо, в английском языке есть даже термин Shell Company, то есть, компания, которая лежала на полке. Купили юрлицо, casual enterprises, переименовали его в Гермес и поехали. А так на презентациях рассказывали, да, вот с 98-го года якобы работаем. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.